Когда из крана кипяток, третий день жильцы дома 27 по улице Артема живут без холодной воды. В коммунальной проблеме разбиралась Юлия Казакова. Вот из крана течет очень горячая вода и приходится долго ее остывать. Особенно для туалета, целую баку наполнять, чтобы потом смыть. Холодной воды нет с выходных, жалуется Нина Маслина. Дома все заставлено тазиками и кастрюлями с горячей остывающей водой. Да и на колонку приходится ходить несколько раз в день. Наливаем баки, ведра, чтобы остыло, а для еды на колонку ходим иногда. Вот так спасаемся. Это мы, а вот у кого дети маленькие, у кого старики у нас, бабушки, они не могут даже спуститься. И приходится одной горячей пользоваться. Сотрудники водоканала о проблеме жителей знают. Работы ведутся вот уже несколько дней. Делают все возможное. Позвонили в чем? То, что вода поступает в подвал. Мы приехали делать одно. Оказывается, по теплотрассе вода поступает. Поэтому так и получилось, что долго искали. Но причина в чем? Лотки старые, теплотрассы. И рядом водопровод проходит. И утечка произошла и попадала в теплотрассу. Поэтому так пришлось долго искать. Но все в данный момент нашли. Поломку обещают устранить уже сегодня, вернув долгожданную живительную влагу квартирам многоэтажки. Но уже в конце мая муромляне вновь ощутят временные неудобства. Из-за планового ремонта в котельных горячей воды не будет в центре города. А это дома по улицам Заводской, Октябрьской, Советской, Карла Маркса, Мечникова, Воровского, 71А, Свердлова, 33А. По плану на ремонт оборудования одного теплового пункта отводится две недели. Юлия Казакова, Николай Младенов, Новости Муром.